Здравствуйте! Здравствуйте! Представьтесь! Меня зовут Егор. Егор, очень приятно. Ваш вопрос. Я хотел бы спросить. Вот слышал, что теннисными мячиками не только играют, но еще и массажируют шею, плечи, спину. Скажите, правда ли это помогает снять напряжение? Можно ли делать такой массаж в домашних условиях самому себе? Не опасно ли это? Чтобы ответить на Ваши вопросы максимально точно и правильно, мы приглашаем в студию инструктора по лечебной физкультуре Викторию Чистову. Здравствуйте! Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте! Да, действительно, сейчас в противной практике достаточно часто используется теннисный мячик не только с целью поиграть, но и с целью занятия самомассажем. Безопасно ли это? Да, в тех случаях, если мы говорим про гипертонус, это единственное показание, при котором мы можем использовать его в домашних условиях. Если же состояние является острым, либо идет воспалительный процесс, то я бы не рекомендовала заниматься самодеятельностью и использовать этот инвентарь для того, чтобы производить самомассаж. Им можно воспользоваться достаточно элементарно. Есть два варианта использования. Либо мы его используем рукой, либо мы его используем с помощью стенки. Давайте мы рассмотрим первый вариант – это использование с рукой. Будет крайне удобно выполнять самомассаж грудных мышц, если там есть спазм, так называемый триггер, это такой локальный мышечный спазм. В одном месте возникает болевая точка, хочется размассажировать, хочется, чтобы стало легче. Он поможет. Для этого необходимо будет взять мячик. Кстати, почему именно теннисный мячик? Не мячик для гольфа, не какой-либо иной. Попробуйте его сжать. Он достаточно эластичный. Он не вызывает болезненного ощущения, когда вы его сжимаете. Так же самое, когда вы будете его использовать для самомассажа, он будет давать такую мягкую эластичность, не будет вызывать дополнительных болевых ощущений. Располагаем его на место болезненного, скажем так, триггерного места. Ну, давайте, допустим, вот здесь, грудная мышца у нас. И ваша задача будет вот именно таким точечным нажатием раскатывать кругом, либо вверх-вниз продольным мышечным волокном. И силу нажатия мы контролируем самостоятельно. Должна возникать легкая болезненность. В принципе, есть мышечный спазм, гипертонус. Всегда при нажатии будет такая достаточно болезненная ситуация. Контролируем самостоятельно. Это что касается грудной мышцы и рукой. Если мы говорим про использование мяча, о стену, да, что будет уже более такое сильное воздействие иметь, позвольте, вы повернетесь, я сыментирую своей рукой стену. Вы упираетесь спиной в стену, между вами и стеной располагается мяч, да, и ваша задача будет совершать движение вверх-вниз, чтобы продольно мышцы по волокнам совершить массажные движения. Попробуйте так слегка поприседать. И также силу нажатия вы сами контролируете. Сильнее прижали, соответственно, сильнее воздействие. Чуть больше отошли вперед, но чтобы мячик держался между вами и спиной, воздействие будет более мягким. И самый такой, скажем, сложный вариант, если уже вы прошли этап самомассажа рукой, между стеной, это ложиться на пол. Вы располагаете мячик между вашей спиной и полом. И получается, сила нажатия идет за счет вашего веса. Это еще более сильное воздействие, но больше подходит уже для таких прокачанных спортсменов, у кого действительно жесткий гипертонус, и там вот одним таким нажатием рукой не обойтись. Егор, ответ получен на ваш вопрос. Да, спасибо огромное. Спасибо, Виктория, за полноценный такой качественный ответ. Приходите к нам, всегда рады. Доброго дня вам. До свидания. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...